Музыка Государство, вводя ответственность медицинских организаций, главных врачей, речих врачей, за нецелевое использование средств обязательного медицинского страхования, тем не менее, позволяло себе без застенчивого согласия законодательной и по инициативе исполнительной власти запускать руку в бюджет Федерального фонда ОМС, отжимая оттуда средства для поддержки Федерального бюджета в 2015 году и намереваясь сделать подобное в 2016 году. О подобном узаконенном грабеже пациентов, по-другому я не могу сказать, уже излагал свои суждения в блоге. В 2016 году подобный узаконенный грабеж должен был составить около 90 миллиардов рублей. Но, свершилось чудо, поволили вселенского разума АУ или благодаря инициативе министра здравоохранения Вероники Скворцовой Эти 90 миллиардов рублей останутся в системе ОМС в текущем году и пойдут на повышение заработной платы медицинских работников в рамках майских указов и индексации стоимости лекарств. А не растворяться без остатка в черной дыре федерального бюджета. Могу предположить, что именно угроза неисполнения майских указов президента мотивировала правительство России пойти на такой шаг, а не что-то иное. Как раз тему пословицы «не было счастья, да несчастье помогло». Таким образом, бюджет ОМС будет сбалансирован. С чем и поздравляю главных врачей, прежде всего, бюджетного здравоохранения. Так как государство все же вернулось к пониманию целевого использования средств ОМС, то теперь у него в лице контролирующих органов появилось не только законодательно установленное, но и моральное право отслеживать целевое расходование средств ОМС в медицинских организациях. Чем оно непременно пожелает воспользоваться. Ждем результатов проверок. Редактор субтитров А.Семкин